Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 10. Вопрос. 2337. Похоже, что соединение патриархии с зарубежной церковью не за горами. Какие были друг к другу претензии устранены? Говорят, что какое-то покаяние было у архиерии, у патриархии и зарубежных друг перед другом. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Друг перед другом попросили извинения в том, что некорректно, грубо разговаривали, а сути своей ни тот, ни другой изменить не могут и не хотят. Патриархия не может вылезти из экуменизма, и велюжество оправдывает свое нахождение во Всемирном Совете Церквей. Позорную декларацию Сергия не только не предали анафеме, но еще и защищать умудряются. Газета «Аргументы и факты», номер 42, октябрь 2004 года, страница 10. Патриарх Алексий говорит, цитата Примечательные слова из послания митрополита Сергия, которое было оглашено в 1927 году, цитата «Мы хотим быть православными и хотим осознавать Советский Союз своей Родиной, радости которой наши радости и печали которой наши печали». К этим словам часто придирались, и та же русская зарубежная церковь говорила, какие могут быть общие радости у церкви с атеистическим государством. «А отношение к Родине должно быть сыновнее, жертвенное, и радости ее наши, и печали ее – это наши печали. В этом и есть патриотизм, который необходим сегодня». Порок Даниил 3.44 «И да постыдятся все, делающие рабам твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится». Псалом 49.18 «Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься». Иакова 4.4 «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иова 6.20 «Но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют». Иеремия 6.15 «Стыдятся ли они, делая мерзости?» «Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены». «Говорит Господь». Соединение с такой нераскаянной структурой есть смерть, которая есть плод помрачения ума и совести. «Заложники мы все до одного у смерти, что отнюдь не за горами, она стучится в двери и в окно, в дорогах, на уроках, даже в храме. Своими силами не тушьтесь, не спастись, хотя бы отодвинуть ужас встречи, пред ней пасует во вселенной жизнь, она как липку всех трясет за плечи. Смешны потуги силовых структур, не могут захватить на нас напавших. Смех для детей, для безголовых кур, как кулаками после драки машут. «Цветы несут к посольствам вдалеке, грозятся по-пустому для острастки, не генерал с лампасами лакей, виновный больше всех в потоке красном. Кто сеял ветер, убивал царя, княжон великих, принца по наследству, нам Бог напоминает и не зря о высиненном атеизмом зверстве. Из дома, окруженного ста крат, бандиты утекают, растворившись. Грех для меня, мой террорист, пират и снайпер, поселившийся на крыше. Блокированный, начинаю думать, все чаще к небесам подъемлю взор, Чего достиг в итоге, в общей сумме, один постыдный, без конца позор. И вот тогда в бессилии горьком пал, как сноб смиренно на восток склонился, У веселений плоти закончился мой бал, духовные зашевелились мысли. Мой Иисус меня освободил, с собою в перестрелке заслоняя. Теперь готовлю ужин для горилл, им благовестие, врачующая няня. 4 сентября, 2004 год, Игнатий Лапкин